Здравствуйте, в эфире программа Непознанная. Один французский моралист 18 века сказал, что на свете практически не существует непостижимых вещей. И будь у нас побольше настойчивости, мы могли бы отыскать путь почти к любой загадке. Собственно, этот афоризм как нельзя лучше отражает цель нашей программы. Это попытка найти пути для постижения непознанных вещей. Давайте постараемся для этого проявить максимум настойчивости. Постараемся. Ну а сегодня мы поговорим о феномене хиллеров. Кто эти люди? Шарлатан, аферисты или же действительно они обладают уникальными способностями? Давайте разберемся. Одним из самых загадочных и непознанных явлений на сегодняшний день является феномен хиллеров. О них говорит весь мир. В современную легенду превратились народные целители с Филиппина и с Бразилии, которые муновением руки якобы скрывают в нужном месте тело пациента, извлекают больной орган и следующим муновением руки заставляют мгновенно и без следа срастись края разреза. Что же представляют собой действия хиллеров? Истинное хирургическое вмешательство или же фокус? Мнения на сей счет разделились. Большинство же специалистов сходятся на том, что это лишь трюк, и мнимое отрезание и приращивание органа – самая древняя разновидность фокуса. Из истории иллюзионизма известно, что за 19 веков до нашей эры при дворе египетского фараона Хеопса демонстрировали трюки с петухами. Им отрезали головы, потоком лилась кровь, голову и тело относили друг от друга на большое расстояние, затем снова сближали, сращивали, и оживший петух радостно кукарекал. Все дело в том, что первоначальные манипуляции совершались с бутафорской головой из воска, облепленной перьями, в то время как настоящая голова петуха была спрятана под крыло и до нужного момента там фиксирована. Подобные фокусы относятся к основному репертуару иллюзионистов всех времен и народов. Итак, если действия хиллеров всего лишь трюк, то для чего они это делают? Если это только реклама для завлечения богатых туземцев, то не слишком ли она громоздка? Кроме того, хиллеры слывут в народе людьми высокой морали, как бы святыми людьми. Да и в корысти их не упрекнешь. Десятки тысяч операций своим согражданам хиллеры делают бесплатно. Для чего же производятся эти тысячи и тысячи мнимых операций? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос пока что не существует. Итак, я хочу представить вам участников сегодняшней передачи. Горный Юрий Гаврилович окончил Институт физкультуры. Заслуженный артист России, член-корреспондент Международной академии информатизации. В середине 60-х годов занимается психологическими этюдами и экспериментальной психологией. Провел около 10 тысяч встреч со зрителями. Называет себя экстрасенсом, хотя полностью отрицает существование парапсихологии. Несмотря на то, что обладает профессорским званием в области философии, является весьма скандальной личностью. Наумов Эдуард Константинович окончил биологический факультет НГУ. Всемирно известный ученый-парапсихолог. В 73-м году за активную деятельность в установлении международных контактов в области парапсихологии был осужден. В 75-м году амнистирован. Создатель многих международных программ и общественных организаций. Обладатель премии «Символ жизни» и «Лучшие люди мира». Президент Ассоциации «Всемирная парапсихология. Новое сознание и целительство». Эдуард Константинович, первый вопрос к вам. Во-первых, почему феномен хиллеров сейчас приобрел такой массовый, что ли, характер? А что значит массовый характер? Дело в том, что вот в 70-х годах я первый, который показал фильм о филиппинских хиллеров. Тогда это вызвало бурю, негодование, споров, дискуссии. Чего только не было. Я показывал этот фильм. И я все время говорил, давайте поедем на Филиппины. Посмотрим, действительно существует этот феномен или не существует. И даже, моя позиция тогда была, даже если это обман, искусственный обман, и если он помогает людям, то это тоже интересно. И кроме этого, это наталкивает нас на новую идею создать технические такие способы, чтобы делали операции, чтобы быстро вскрывали и быстро заживляли. Это была моя основная позиция. Но тогда эмоции заслоняли, меня обвиняли во всех смертных грехах. Так вы съездили на Филиппины? Я на Филиппины не съездил, но поехал вместо меня директор института рефлексотерапии Дуринян. И когда он приехал, он мне сказал, что да, я действительно это видел. А Петровский, академик, тогда ныне министр здравоохранения, сказал, что если вы об этом скажете громогласно, вы не будете больше директором института рефлексотерапии. Хлопнул дверью и ушел. Я считаю, что это не позиция ученого. Хорошо, существуют филиппинские хиллеры, существует бразильский хиллер. Ну, существуют и другие. Существуют наши, в конце концов, отечественные хиллеры. Чем они отличаются друг от друга? Существует большая разница. Филиппинский хиллер делает операцию руками. Он не использует никаких практически инструментов. Я даже это испытал на себе, когда был в Швейцарии, в Базеле, лег под руки хиллера и чувствовал его прикосновения. Но существуют и другие хиллеры, бразильские хиллеры, которые делают операции не руками, используют инструмент. Обычный хирургический инструмент. Да, но входят в состояние транса, передают это состояние своему пациенту, и пациент не чувствует никакой боли, никакой антисептики, никаких обезболивающих веществ. А операция происходит просто на глазах. Я это видел своими глазами, знаменитого бразильского трансхирурга Хосе Умберто. Я видел это в Швейцарии. И вот в ближайшее время мы хотим пригласить Хосе Умберто к нам в Россию. Я видел таких некоторых хиллеров, но я считаю, что, как они себя называют, я считаю, что здесь мало профессионализма. Я считаю, что колдун, маг, это человек, это человек, это психолог, это тонкий политик, это артист. Он должен все делать. Он даже, может быть, сумеет и обмануть пациента, но это он должен делать профессионально, он должен это делать так, чтобы... Это должно быть тайной. Но если он помогает человеку в этот момент, это прекрасно. Но все-таки цель хиллеров какая? Помочь людям сделать операцию, либо обмануть им? Нет. Прежде всего, помощь. Это психотерапия хиллерства или это вторжение в организм? Это уже хирургия называется. Без анестезии, без обезболивания, без инструментов. А я думаю, что это не важно. Как это не важно? А если человек удаляет какой-то орган, опухоль и так далее? Это же не психотерапия, правильно? Это не психотерапия. Ну, допустим, что хиллер психотерапевт. Он не внедряется, но он помогает. Мы не знаем возможности психики. В Америке есть клиника, которую я посетил. Там написано, у нас не болеют раком. Эта клиника основана на психологических факторах лечения злокачественных опухолей. И очень много есть данных, когда именно под влиянием именно слова психического воздействия происходит исцеление. Вот это чудо. Что, есть такая статистика, есть результат? Да, конечно. Это известно профессионалам, это известно. Ну, для меня это лично новость. Хорошо. Юрий Гаврилович, как... Поезжайте в Америку. Хорошо, спасибо. Я последую вашему совету в ближайшее время. Съезжу в Америку и обязательно посмотрю. Юрий Гаврилович, как вы относитесь к хиллерам с вашей точки зрения? Что это такое? И встречались ли вы с ними вот в обычной жизни? Видели ли операции? Нет, я не встречался в обычной жизни. А вот все, что я видел, это операция, нормальная операция. Причем здесь хиллерство? Я ничего не понимаю. Вообще вот сейчас... Дело в том, что существует разница между... Слов и словоблудие. Давайте, так сказать, маленечко отделим все это словоблудие. Понимаете? Сейчас Сэдик наговорит, знаете, сколько? В свое время, в 67-м году... Мы же с ним знакомы с 65-го года. Он парапсихолог. Я прошу вас, не переходить на личность. Давайте по проблеме, по теме сегодняшней передачи. Дело в том, что нужно, так сказать, всегда факты как-то... Да ну, каждый наш гипнолог, это может провести операцию без анестезии. С гипнабельным человеком. Но это известное явление. И что здесь нового? Я не знаю здесь, что нового. То, что он говорит о этих филиппинских, это манипуляция. Очень классически. Ну, давайте, придите, снимите, покажем, как на мягких, особенно, местах тела можно внедряться пальцами, как бы создавая иллюзию. Понимаете? И потом, пассируя здесь всевозможные, там, эти самые, вещи, то есть, ну, условно, допустим, берут они от курицы какую-то, там, почку и так далее. Пассируют сюда, берут, создают иллюзию, раздаваливают тампон, кровь, и в этой яме создаётся кровь. Они вот траскивают, это выбрасывает, два, вы смотрите. И таким образом, как бы, заживление мгновенное проходит. Ну, это манипуляция. Юрий Гаврилович, в общем, я должен вам сказать, что вы страшный человек, потому что очень многие люди хотят чуда, они жаждут чуда, они хотят верить, а вы так вот берёте, просто всё разрушаете. Самое глубокое и яркое человеческое переживание – это ощущение таинственности. Стаггал Эйнштейн. Я полностью разделяю позицию Эйнштейна. Ну и что? Ну, с Эдиком-то мы проехали много стран мира, понимаете? Мне так было часто жалко их, когда они так с претензией на какие-то уникальности. Вот я вам приведу пример, которым Эдик меня покорил. Ну, приехали, я не буду называть фамилии, вы просите не ссылаться, с претензией на фантастические демонстрации определённых способностей человека. Я говорю, друзья, вы соизмеряете, где вы находитесь? В Японии. Расколет вас. Дальше что случается? Нет, они не послушают меня. Вы так говорите, расколет, как будто это банда аферистов каких-то, эти мошенников. Приезжаем на репетицию. Их раскололи. Этот пасмурный ходит, японцы пасмурные, участники пасмурные. Так, так, так. В обморок падают. Ну, симулируют состояние здоровья и так далее, которые не позволят им проводить эксперименты. Кто симулирует состояние? Ну, я не хотел бы называть фамилии. Хорошо, не будем переходить до имена, замечательно. В результате, что случается? Японцы мне спрашивают. Господин Горн, мы хотели бы вот то-то, то-то, то-то видеть. Я говорю, господа японцы, вам что, вы к чему стремитесь? К успеху или к истине? Они говорят, к успеху. Я, значит, я не должен комментировать, что я буду показывать? Да. Тогда я могу показывать даже и трюки? Да, пожалуйста. В результате показал я каскад трюков, при нем вместе мы показывали эти этюды. Он знает, что японцы сказали, господин Тайфун, все заканчивайте, все нас устраивает. Да, были съемки, был монтаж, были чародейства, мгновенного гипноза и так далее. Но все это был монтаж, господа. И никакого отношения к истинным этюдам гипноза не имело отношения. И вот уже в Таиланде случилось следующее. Эдик же всегда комментирует, а научит все эти факты и явления, как вот сейчас он научит. В результате я переживаю, думаю, что он скажет, аппаратура же подключена, там же, так сказать, не пройдет никакой туфты, извините меня. Я за сограждан своих волнуюсь все-таки, стою, смотрю, Эдику нужно комментировать, полная лаша. То есть ничего не получается. Я смотрю, у Эдика на лысине вот здесь, так, потому что он в астероидной ситуации был, начинает всплывать красное пятно. Я Саше Чарову говорю, слушай, зарегистрировать нужно обязательно. Смотри, бог шельму метит, понимаете, у него всплывет пятно, мы сейчас зарегистрировали. Вот состояние своего организма наглядно он показал, как регистративная система отработала. Ваше время истекло. Эдуард Константинович, что вы можете сказать в ваше оправдание? Вас разоблачили. Господи, чего же меня разоблачать? Разоблачать должен я. И я сегодня хочу разоблачать. Пожалуйста. Но дело в том, что в Таиланде, ты помнишь, когда ты ехал на машине, тайцы подошли ко мне и сказали, он обманывает, он подсматривает через повязку. И закрыли вот автомобиль черным бархатом. И вот тут-то ты и забеспокоился. Помнишь, я тебе дал такой прием? Ты говорю, считай и объезжай, считай и объезжай. Или сделай дырочку. Любой бы фокусник сделал бы дырочку. Конечно, Юра, но если хилеры помогают, но обманывают, но помогают, это хорошо, лечат. Но если ты показываешь и обманываешь, то это не относится к области помощи. Это вот чистейший обман. И я считаю, что когда ты показывал в Японии кожное зрение, ну, японцы-то поверили, они привезли мне, потому что я организовывал. Так, так, так. Но ты же кожным зрением-то не обладаешь. Ты же говоришь, что Роза Кулешовой такая-сякая. Но ты же показывал типичные эксперименты Розы Кулешовой. И японцы верили в это. То есть Горный всех разобучает, а сам-то понимаешь... Ёлки-палки. Давайте разберемся, мы для этого и собрались, чтобы здесь разобраться. Это парапсихология. Когда ты мне говоришь, что Кулагина шарлатанка, меня, понятно, выводит это и все. А я слышал, что Кулагина очень серьезно относится. Да нет, Юра, это книга, которую я написал. Понимаешь, парапсихология в России. Я считаю, что... Так, я вас призываю к порядку, дорогие друзья. Не будем уподобляться Жириновскому с Немцовым. Слава богу, нет воды. Да, за кулисы-то уйдем. Хорошо, давайте так, давайте так. Давайте по проблеме будем разбираться. Потому что проблемы действительно серьезные, и телезрители должны точно знать. Кожное зрение. Откуда появился феномен кожного зрения с позиции Горного? Когда наши крупные, серьезные советские ученые, понимаете, ну, под воздействием этих проходимцев начали освещать кожное зрение. Юрий Иванович, я вас призываю к порядку. Я сказал, что нет этого феномена. Эдуард Константинович, пожалуйста, вот расскажите о бразильских хиллерах. В чем же их феномен? Либо это действительно обычное явление, как говорит Юрий Гаврилович. Я видел несколько бразильских хиллеров, бразильских целителей. Я видел доктора Эдсона, я видел Хосе Умберто, и все на конгрессе в Швейцарии, это самый большой конгресс по целительству, самый респектабельный, где присутствуют врачи, которые все контролируют. Они были потрясены, потому что Хосе Умберто не использует никаких антибиотиков, не использует никаких обезболивающих средств. Так же, как и другие бразильские целители. Да, возможно, Юра говорит, что есть какие-то аналогии, то, что делает Кашпировский. Но это совершенно разные вещи. Я считаю, когда доктор Эдсон говорит, что врачи, посмотрите, изучите, я, говорит, своей энергией убиваю бактерии, вот мы уже приближаемся к нечто тому, что делает, когда свою работу показывает и опыты, которые делает Алан Чима, которые изменяют физическую среду. Вот таким же образом и доктор Эдсон, по-видимому, изменяет эту бактериальную среду. Также, по-видимому, и Хосе Умберто воздействует. Здесь очень сложные взаимоотношения, не только психологические, но здесь играют руки большое значение. То есть здесь включаются, значит, энергоинформационные процессы. Вот этим самым придается, конечно, большая реальность. А вот то, что делают филиппинские хиллеры, да, это сложный, да, это еще непонятный до конца вопрос. Я его не снимаю с повестки дня. Но там хиллеры помогают. А сегодня у нас спор идет с Юрием Горным, который является артистом, который демонстрирует только лишь умственную эквилибристику. Эдуард Константинович, значит, вы признаете вот этот вот феномен, феномен бразильских и хилиппинских хиллеров? Я признаю, да. Потому что я признаю чумака, я признаю научные эксперименты, которые были сделаны. Кстати, о чумаке и других целителях. Как вы относитесь в целом вот к этой проблеме экстрасенсорики, парапсихологии, целительству и так далее? Огромное количество людей, и разобраться в этом сложно. Коротко, в нескольких словах. Во-первых, пускай появятся все парапсихологи, которые называют себя парапсихологи, появятся в Америку, в Американскую ассоциацию, они поймут, что такое парапсихология. Многие даже вообще себе не имеют никакого представления. Это парапсихологи высшей категории, это все белиберда. Понимаете? А то, что... Поэтому это время, мы избавимся от этой шелухи. У нас в России полная каша. А вот то, что делает Алан Чумак, это научные эксперименты, проверенные и доказанные, это то, что не вредит. Ведь никогда еще не было ни одного факта, упрек Алану, что он навредил человеку. Значит, он помогает. Но Юрий Тогорный, елки-палки, он же обманывает. Он же обманывает. Так он и называет тебя за слово артиста. Да грубое слово. Потому что, если ты говоришь, что Кулагина обманщица, так ты покажи именно телекинез в тех контролируемых условиях, в которых работала Кулагина. Он этого не... Совсем он может показать. А вот так и я не мог бы показать. Дело в том, что... И никто это не мог бы показать. Те вещи, которые показывает Горный, это тоже... Я не знаю, к какому разряду отнести к парапсихологии, но они на меня, как на зрителя, тоже воздействуют. И он мне дает кусочек чуда. Я начинаю задумываться, что действительно у человека могут быть уникальные способности. Александр, заруби себе на носу, что Горный к парапсихологии и все его эксперименты не имеют никакого отношения. Он себя называет экстрасенсом. Юрочка, я тебя прошу, будь честным. Дайте слово всем. Вот слушайте, когда этот субъект начал считаться парапсихологом, в 67-м году его заводили дешевые демонстрации, привлекли за левые концерты, ну, посадили его в тюрьму вообще, да? И голос Америки передает, что выдающегося советского парапсихолога за передачу секретов в иностранном разделе посадили. Вот с этого, посидев там, его так сказать приручили к определенным... Юрий Гаврилович, я должен вас переместить. Я предупреждал вас, что на личности... не переходить, потому что... Так, остановитесь за... Я должен ползать на ногах в ближайшие дни, мраз. Понимаешь? Юра, я работал на две разведки. Так, Юра, так, что это такое? Что это такое, Юра? Что это такое? Я вас научил поднимать. Это я пока с тобой поступил. А потом будет моего... Хотел, он требовал скандал. А вот тут произошло то, чего никто не ожидал. Все были буквально ошарашены, когда Юрий Горный, не выдержав словесного поединка с Эдуардом Наумовым, подошел и ударил его по лицу. Возможно, мастеру психологических этюдов не понравилось слишком эмоциональное выступление оппонента, но, скорее всего, он не выдержал критики в свой адрес. Дал, как говорят, слабинку. Удар бывшего спортсмена был настолько силен и точен, что кровь из носа Наумова хлынула потоком. Через несколько секунд его носовой платок промок насквозь. Да, непростое это дело, поиск истины. Казалось бы, все, съемки сорваны, но Эдуард Наумов нашел в себе мужество и силы закончить передачу. Эдуард Константинович, хилерство связано с кровью, и тут у нас, в общем, так получилось, что кровь лилась. Может быть, с одной стороны, если так философствовать, действительно проблема серьезная, а когда серьезные проблемы обсуждаются, то, так сказать, идет дальше слов, идет дело к крови, и надо защищать свои позиции. Я очень рад, что вы оказались очень интеллигентным человеком и все-таки пришли на эту площадку после того, что произошло, хотя вот с окровавленным, так сказать, платком. И тем не менее, давайте мы постараемся логически закончить нашу программу сегодняшнюю. Вы знаете, в общем-то, не впервые все это происходит. В 70-е годы, когда я показывал фильм, и били, и пытались сжечь фильм, это вызывало почему-то бурю страстей. Я сожалею, конечно, что сейчас так произошло, но я думаю, что все-таки то, что делают хилеры, я верю этому. Я верю это без интеллектуального размышления. Я верю это в силу того, что это помогало и будет помогать людям. Так же, как хороший колдун, хороший шаман, который является профессионалом, он помогает. Он использует все методы воздействия. И пациенту совершенно все равно, кто ему поможет. Врач в белом халате или человек без халата. Ему нужна помощь. И если эта помощь приходит, я считаю, что вот на этом можно поставить и точку. А все остальное – это все словоблудство. Я понимаю, что вот этот красный платок – это моя истинная кровь. я, конечно, не ожидал от горного за все то хорошее, что было между нами, но я ему это прощаю. Потому что я считаю, что прежде всего истина и правда. И я всю жизнь, 35 лет работая в этой области, я верил. И эта вера помогла мне выстоять. Был я в тюрьме. Ну, это все уже мелочи жизни. Сегодня у нас новая ниша, сегодня у нас новый этап. И я считаю, что каждый человек, сегодня живя в это время, должен найти новый этап. И не быть, минуя это агональное состояние, найти какую-то новую нишу. Я с вами согласен. И, конечно же, необходимо разбираться в вещах, в которых мы хотим разобраться, но какими-то нормальными человеческими методами. Потому что мы уже это и видели. И запрещения, и драки, и отрицания, и прочее, и прочее, и прочее. И сжигание на костре. Мы все это видели. И крови видели немало. Так что ваша кровь, она, я думаю, не первая и не последняя. Спасибо вам, что вы пришли к нам в студию. Спасибо, что, в общем-то, принесли интересный материал. И спасибо за интересный рассказ. И ради Бога, извините, что так вот получилось сегодня. Бог простит. Бог простит.